Добрый день, уважаемые товарищи. Наши встречи в рамках ежегодной коллегии ФСБ позволяют не только глубоко проанализировать и подвести итоги работы самого ведомства за прошедший период, но это также и хорошая возможность всесторонне обсудить важнейшие вопросы национальной безопасности в целом, наметить приоритетные задачи на ближайшее время и на более отдалённую долгосрочную перспективу. ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя и самого суверенитета нашей страны, в обеспечении безопасности наших граждан от внутренних и внешних угроз. И сразу хотел бы отметить, что достигнутые показатели за прошлый год позитивны и с хорошей динамикой. Имею в виду ваши усилия по противодействию терроризму и экстремизму, серию успешных операций по линии контрразведки, борьбу с экономическими преступлениями и другим направлениям. На высоком уровне была обеспечена безопасность массовых мероприятий, в том числе выборов в Государственную Думу, в региональные и местные органы власти. Я хочу поблагодарить руководство и личный состав службы за добросовестное отношение к делу, за чёткое и своевременное выполнение поставленных перед вами задач. Между тем, требования к качеству, результативности вашей работы постоянно растут. За прошедший год обстановка в мире не стала стабильнее, не стала лучше. Напротив, многие существующие вызовы и угрозы только обострились. Усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния отдельными государствами. Но посмотрите, в ряде стран Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически это террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств. На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса. А её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Собственно, оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, а, как им кажется, более серьёзное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него ведущих государств. Нас то и дело провоцирует, да, собственно говоря, постоянно провоцирует и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России. Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этих попыток, цель этого обострения очевидная – сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти Украины явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить. Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил. Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этих попыток, цель этого обострения очевидная – сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти Украины явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить. Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил. В первую очередь в борьбе с терроризмом. Мы уже отмечали, что нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд серьёзных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают. Число преступлений террористической направленности вновь снизилось. Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Так ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. За это вам отдельное большое спасибо. Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их подрывную деятельность в интернете. Учитывать при этом, конечно, и российский, и международный опыт в этой сфере. Ужасные преступления, убийства нашего посла в Турции с особой остротой поставили вопрос и о защите находящихся за границей российских граждан наших загранучреждений. Во взаимодействии с Министерством иностранных дел, Службой внешней разведки прошу вас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности. На новый уровень нужно выводить сотрудничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнерами, несмотря на все сложности, которые складываются по различным направлениям международной жизни. В первую очередь, конечно, мы должны усилить свою работу с нашими партнерами в таких организациях, как ООН, ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества. В общих интересах восстановления диалога со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, других стран-членов НАТО. Не наша вина в том, что он прервался и не развивается. Абсолютно очевидно, что в сфере антитеррора должны сотрудничать все ответственные государства и международные объединения, потому что даже простой информационный обмен о каналах и источниках финансирования террористов, о людях, причастных или подозреваемых в причастности к терроризму, серьёзно усиливает результативность наших общих усилий. В числе приоритетов жёсткое пресечение экстремизма. Наряду с мерами силового характера здесь необходима постоянная профилактическая работа. Важно не дать экстремистам втянуть в свои преступные сети молодёжь. В целом формировать стойкое неприятие национализма, ксенофобии, агрессивного радикализма. И здесь важен открытый диалог с институтами гражданского общества, представителями традиционных религий России. Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки. По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны. На повестке дня совершенствования системы защиты сведений, составляющих государственную тайну. Особенно в условиях перехода ведомств на электронный документооборот. Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные ресурсы в прошлом году по сравнению с 2015-м выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Общество ждет большей результативности и по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ, я об этом уже неоднократно говорил, на важнейшие инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много. Комплексом обеспечения безопасности России большое значение имеет надежная охрана государственных границ. Прежде всего, необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жёстко пресекать любые виды контрабанды от оружия до наркотиков и до различных биоресурсов. И, конечно, нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с неразвитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе. Уважаемые коллеги, подчеркну, государство продолжит укрепление подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их самым современным вооружением и техникой. Будем и впредь заботиться о социальных гарантиях сотрудников и членов их семей. Хочу пожелать...